Всем привет! Это проект ИСФАКТ, а я, Артём Татаренко, стою почти посреди реки Великой. Здесь издревле существует брод, когда-то бывший единственной переправой через реку Великую. Рядом деревни Выбуты Псков находится в 14 километрах ниже по течению. Именно в этих местах, согласно преданию, князь Игорь встретил простую девушку Ольгу, которая перевезла его через реку на лодке, он влюбился в неё, взял в жёны, и в будущем княгиня Ольга основала город Псков. Псков был заложен на холме у слияния рек Великой и Псковы. Реки служили естественной защитой города от неприятеля, и вся более чем тысячелетняя история поселения тесно связана с этими реками и переправами через них. Об этом мы расскажем сегодня в очередном выпуске проекта «Истфакт». В Средневековье стационарного моста здесь не было. Здесь ежегодно организовывали паромную переправу, а позднее – плавучий мост. Кстати говоря, именно из-за этого своё название получила «Церковь Успения Пресвятой Богородицы Спароменья», что значит «у парома». В этом памятнике культуры и истории федерального значения располагалась мастерская кузница Всеволода Смирнова. Архитектора, художника, реставратора, как его называли человека эпохи Возрождения, внесшего огромный вклад в восстановление старины и объектов культурного наследия Пскова. Кстати говоря, в этом году мы отмечаем 100 лет со дня рождения мастера. Впервые мост через Великую летопись упомянула в 1462 году. Того же лета псковичи по мастише мост через Великую. Это был плавучий мост с названием Великорецкий. Так продолжалось до 19 века, однако необходимость постоянной переправы через Великую ощущалась всё острее. 30 лет псковичи просили у властей построить здесь мост. Наконец, в 1908 году Государственная Дума приняла закон о строительстве моста. Его одобрил госсовет и утвердил император Николай II. 30 октября 1911 года состоялось торжественное открытие и освещение Ольгинского моста. За последующие 33 года мост взрывали трижды, и трижды его пришлось восстанавливать. Существующий мост был построен в 1970 году и дважды менял своё название. Сначала он носил имя Красная, а потом Советская Армия. После распада Советского Союза он вновь стал именоваться Ольгинским. Первый городской стационарный мост появился здесь, через реку Пскову. Летопись впервые упоминает о новом мосте в 1388 году. Термин «новый» говорит о том, что этот мост не первый на этом месте. Каждые 20-30 лет взамен обветшавшего здесь сооружали новый мост. Мост называли то Рыбницким, то Великим, то Запсковским, то Высоким. К середине 19 века взамен устаревшего было решено построить мост решетчатой системы американского инженера Тауна. Такие мосты одним пролётом, без быков, перекрывали широкое русло реки или пропасть. Мост стали называть американский. Он простоял без ремонта полвека и стал достопримечательностью города. Следующему мосту на этом месте предстояло стать металлическим и арочным. В 1925 году Троицкий мост был переименован в «Советский». Это имя сохраняется за ним по сей день, хотя в народе его, как правило, называют Троицким. В 1950 году здесь был построен новый железобетонный мост. Сейчас он закрыт на глобальную реконструкцию, но уже через несколько месяцев здесь должно открыться автомобильное и пешеходное движение. Михайловский бастион и Михайловская башня Михайловский бастион и Михайловская башня уже были героями нашей программы о пушках и пушкарях Пскова. А в 16 веке на этом месте появился мост, который назвали благодаря башне Михайловским, а позднее переименовали в Кузнецкий. В начале 20 века купец Гейер приобрел этот мост, перестроил и взимал плату за проезд по новой переправе. В 1981 году мост полностью реконструировали и эксплуатируют его по сей день. Мост в 50-летие октября. Он объединяет южную часть центра Пскова с Завеличем. Раньше, до 20 века, здесь при необходимости ставили понтонный мост. Именно по такому в 1903 году царь Николай II проезжал, чтобы попасть в Мирожский монастырь. Существующий мост построили по проекту Ленгипротрансмост и открыли для движения в 1967 году. Этим мостом мы пользуемся по сей день. Рижский мост – это первый железнодорожный мост, построенный в Пскове и открытый для движения в 1889 году. Он стал важной частью Псково-Рижской железной дороги. Его несколько раз подрывали как в Первую, так и во Вторую мировые войны. Здесь в начале июля 1941 года свой подвиг совершили бойцы саперного взвода под командованием младшего лейтенанта Бойкова. К мосту с боем прорывался советский артиллерийский дивизион. Сразу за ним двигались наступающие гитлеровские войска. Под огнем противника саперы сделали деревянный настил поверх шпал, обеспечив проход артиллеристов по уже заминированному мосту. Сразу после этого к берегу подошли первые немецкие танки и пехота. Семен Бойков и его бойцы, жертвуя жизнями, вручную подорвали мост, что на сутки задержало наступление противника на Псков. Это самый новый и самый внушительный из псковских автомобильно-пешеходных мостов. Он расположен ниже других по течению реки Великой. Он был завершен в 1990 году, а еще через год Псковский горосполком присвоил ему имя Александра Невского. Кроме тех переправ, о которых мы и вам рассказали сегодня, в Пскове существуют еще десятки автомобильных, железнодорожных, пешеходных мостов, а также виадуков и путепроводов. Возможно, о них мы тоже когда-нибудь расскажем в рамках проекта «Истфак», за поддержку которого мы благодарим уютный и гостеприимный отель «Покровский». Всего доброго, до встречи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok